Доброе утро, уважаемые гости, уважаемые участники Конгресса, участники нашего симпозиума, уважаемая Лариса Николаевна. Сегодня мы с вами встречаемся на симпозиуме модальности, а симпозиум — это научная конференция, и в переводе с древнегреческого обозначает «пиршество». И сегодня мы увидим, какое пиршество научное направление родологии открывает для нас. Родология Докучаевых берет начало в далеких 90-х годах, а сегодня становится актуальным и очень востребованным методом, потому что как раз сегодня очень актуален поиск ресурсов и возможностей, то, что дает нам система рода. И именно в представлении этих авторов знания о системе рода, как системе био-социо-духовной, имеют научный подход и успешные и устойчивые результаты в практике. Я бы сказала, родология в тренде сегодня, Лариса Николаевна. Научность подхода. Наука изучает реальность, как было на самом деле, какова истина. Потом идет опытная проверка. В практике снова анализ и развитие направления. Для опытной проверки научных исследований на базе этого направления был создан метод, авторами был создан метод, родологический метод Докучаевых. С 2018 года РМК принят как модальность равноценно и равноценно с другими известными и только развивающимися методами в большой профессиональной семье Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. И Академия родологии, и онлайн-школа родологии Докучаевых обучает специалистов, помогающих профессий, родологов-консультантов. Становление, да, и кроме того, что есть эта программа подготовки специалистов этого метода, есть еще программа повышения квалификации, которая называется родологический метод консультирования, которая сегодня тоже очень востребована. Становление профессионального сообщества в модальности проходит в сопровождении супервизии, обеспечивающей сохранность личности специалиста и наставничество его профессиональной компетенции. Поскольку 2023 год назван годом учителя и наставника, то супервизия тоже в тренде. В переводе с английского супервизия – это надзор. Есть еще другие переводы в других языках этого слова, но все они составляют сегодня более широкий подход к термину и используются в более широком значении. Супервизия – это процесс наблюдения, курирования и сопровождение опытным специалистам, менее опытного. Раньше был такой термин «молодые специалисты». И здесь, конечно, супервизор – он не контролер и учитель, а консультант, помощник и наставник. Он помогает изучать тонкости профессии и дает возможность консультанту развиваться как специалисту. Немножко об истории возникновения супервизии как практики. Начало связано с таким явлением, которое потом стало методом в психоанализе. Это очень долгая терапия. И молодой специалист, когда оказывался один на один со своим клиентом, через некоторое время начинал испытывать какие-то странные состояния и в себе, и по отношению к клиенту. И эти состояния иногда имели очень неэффективный результат. И что оказалось, когда стали исследовать и задались вопросом, что это такое и что с этим делать? В принципе, консультант, психолог, он сам является инструментом. И он работает с собой, естественно, резонируя с клиентом каждый раз, когда они выходят на их личную встречу. Что это за эффект? Во время работы с клиентом, с разнообразными конфликтами и сложностями, малоопытный специалист сталкивался с внутренними конфликтами и защитными реакциями собственной психики. Накопление твоих таких состояний вело к эмоциональному выгоранию в профессии. И поэтому стало понятно, почему важно различать и отделять свои переживания и переживания клиента. Типы супервизии. Индивидуальная и групповая. Индивидуальная осуществляется в паре супервизор и супервизант. Супервизор старший, опытный коллега. А супервизант – это тот самый молодой специалист или это может быть и опытный специалист, но у которого наступили какие-то затруднения в его практике. Групповая супервизия. Когда супервизор и много супервизантов. Это очень интересный процесс. С начала 2023 года в модальности РМК открыто несколько супервизионных групп. В том числе есть одна группа, которую веду я. Группы – это всегда множество точек зрения. Случай рассматривается многими глазами. И это расширяет перспективу понимания и раскрывает многомерность, заложенную в представленном случае. Многомерность – это та особенность консультативных случаев, которые мы рассматриваем в родологическом консультировании. И это понятно, потому что мы имеем дело с системой, имеем дело с временными интервалами. Прошлое, настоящее, будущее. Группа коллег при проведении групповой супервизии действует как поддерживающая система, объединяющая профессионалов. Вот нужна ли супервизия специалистам-родологам? Вроде бы они изучают свою систему рода, знают о своих задачах, напряжениях, прорабатывают их. И какая особенность их взаимодействия с клиентом в консультативной практике? Для того, чтобы убедительно рассказать о том, что супервизия для родологов-консультантов также необходима, как и для специалистов других методов модальностей, я подумала о том, что это станет понятно, когда мы увидим клиента и консультанта как двух потомков, оба представители своих родов. И каждый из них движется по собственному жизненному пути. Клиент приходит с беспокойством, потому что он не может прийти к своей цели. Он действует в неэффективной поведенческой программе и не ощущает своих ресурсов, и у него нет ресурсного состояния. Можно сказать, что клиент, я иногда так и говорю своим коллегам, приходит в состоянии микс проявления неэффективных моделей своего рода, рода отца и рода матери. И там такой как микс получается. Наш клиент находится в состоянии генетического транса, и задача консультанта — помочь найти ресурсный потенциал, и сформировать личную эффективную модель поведения, движения к цели. В супервизионной практике мы используем несколько уровней работы с клиентским случаем. И одним из интересных и важных является уровень личностный, где, как я уже говорила в начале своего доклада, у специалиста сопровождается в напряжении эмоциональном и психическом, чтобы защитить его от выгорания в профессии. И тут мы понимаем, почему это происходит, потому что надо отделять личные переживания от истории клиента. В психологической терминологии это явление называется перенос. Это феномен и приводится как трансфер. Простыми словами, когда человек на автомате в новые отношения с новым человеком переносит свой эмоциональный опыт ожиданий и убеждений. Знакомые нам термины. Из прежних отношений я бы добавила оптимизирована под жизнь поколениями предков. Эффект переноса – это проекция на консультанта чувства, эмоции, которые переживает клиент. Вопрос. Как в этой многослойности справиться специалисту-консультанту, ведь он тоже потомок, и у него тоже есть опыт, оптимизированный под жизнь его предками. В такой многослойности встречаются два потомка на родологической консультации. Ответ. Справиться можно и можно быть эффективным. В учебнике «Основы родологии» у авторов Докучаевых есть схема на странице 133. Зазывается угол рассогласования. Это схема, в учебнике так написано, рассогласование направлений движения человека по жизненному пути. Вот эта горизонтальная линия – это направление движения человека по силе рода. Использование эффективных моделей поведения, владения силой рода, то есть ресурсоактивная. И вот вы видите, там такая беленькая звездочка. А наклонная линия, которая завершается темненькой звездочкой, это движение в мнимом направлении. Там не достигается цели потомкам. Это использование неэффективной модели поведения и потери силы рода. Но, возможно, ресурсы запакованы. Встреча клиента и консультанта может быть многовариантной для результата консультативного процесса. Когда консультант эффективно проработал свои задачи в различных областях жизни и находится в ресурсном состоянии, в этом случае он владеет силой рода и движется по жизни, используя эффективную модель поведения. Или его угол рассогласования очень незначителен. И, скорее всего, что это будет эффективный результат консультативного процесса. Но, может быть, и другой вариант. Консультант в движении по жизненному пути использует неэффективную модель поведения и не использует силу рода. И у него угол рассогласования есть и, возможно, значительный. В этом случае консультант как раз и будет испытывать депрессивные или тяжелые чувства в ходе или после консультативных сессий. Он может навязывать клиенту свою волю, свое видение, как работать с этой проблемой. Он может чрезмерно опекать клиента, пытаться решать за него его проблему, отменять или переносить встречи без видимых причин, менять сейтинг. Это называется эффектом контрпереноса консультанта. То есть это ответная реакция консультанта на перенос клиента. И консультант может отклониться от эффективного консультирования. Вот здесь я подготовила две схемы эффективного результативного консультирования наверху и внизу, когда консультант испытывает вот этот контрперенос. Вот на верхней схеме эффективного результата консультирования консультант, это черная горизонтальная прямая, и вы видите эту белую звездочку, то есть он идет к своим целям, он в ресурсе, у него эффективная модель, бандель поведения, он знает о своих ресурсах, умеет с ними взаимодействовать, и он сохранен в консультировании. Клиент, это вот красненький горизонтальный, это то, как он должен двигаться, а наклонный, это показан как раз угол рассогласования клиента в своем жизненном пути. Второй рисунок, когда у консультанта есть угол рассогласования между белой и черной звездочкой, вот это вот черным выделено, и у клиента есть угол рассогласования, вот красненькая звездочка, и иногда бывает, что у клиента угол рассогласования меньше, чем у консультанта, и тогда клиент ресурсен относительно консультанта. Дальше. На помощь специалисту, особенно в таких вот случаях возможного неэффективного консультирования, потому что консультант попадает в состояние контрпереноса, мы специалисту приглашаем на супервизионную практику в модальности. Случай переносится, что тоже очень влияет на результативность этой практики супервизионной, переносится уже в другое пространство, в групповое. И ситуация, как я уже вам говорила, прорабатывается по нескольким уровням. И консультант получает это ресурсное состояние, и самое главное, он научается фиксировать эти свои контрпереносы. Потому что, если он зафиксировал, он с этим что-то будет делать. Консультант, как тоже я уже говорила, все консультанты, все образовательные программы родологического метода консультирования, Академии родологии, все программы строят таким образом, что и в базовый родолог для своего рода, и в специальной программе, готовящей родолог-консультанты, и в программе повышения квалификации. Всегда участник программы прорабатывает свои задачи, ну уж я не говорю о напряжениях, по всем областям жизни. И это специфика метода, специфика обучения, и она очень эффективна, как показывает практика. И так он может прийти на супервизию, проработать свои задачи. Это позволит ему удержать свое ресурсное состояние, вот фиксация, сделает ресурсное состояние устойчивым, как следующий шаг его эффективности, и сделает запрос клиента решенным. Клиент получит ресурс, и его устойчивость. Я в самом начале сказала, что консультант, он работает как бы с собой, то есть его сонастройка сразу повлияет на сонастройку клиента. Вот здесь я как раз вам показала, что основные функции супервизии и уровни работы супервизионной группы отражены в положении супервизии и в правилах работы супервизионной группы, которые существуют, эти документы в нашей модальности, и утверждены автором модальности, президентом академии, президентом лиги, Докучаева Ларисой Николаевны. Вот эти уровни работы клиентские, супервизионные, личностные, о которых я упомянула в докладе. Следующий слайд. И я бы хотела завершить доклад, показав, какой рост, какой рост, или вот эти стадии роста специалиста, что сначала он приходит на супервизию, у него трудности в установлении контакта с клиентом, у него страх перед клиентом, возможной неудачи, продолжает ходить на супервизию, продолжает повышать свою квалификацию. Потом он научается уже удерживать контакт со своими чувствами, использует ресурсы собственные и окружающие. Следующий его шаг – умение устанавливать, удерживать контакт с клиентом и быть уверенным в эффективности своего консультирования. И завершающий этап – это специалист обретает свой профессиональный стиль работы, что обогащает модальность. И завершение. Я вас приглашаю на супервизию в родологический метод консультирования, который украсит красками устойчивого ресурсного состояния отточенного инструмента консультирования и развития компетентности специалиста от ремесла до мастерства. Спасибо за метод.